Должен ли повар носить колпак, если он лысый, как яйцо? Это видео о судовых поварах. И вопросы здесь, конечно же, будут. Меня зовут Палухин Вадим, я капитан, и вы на канале о жизни и работе моряков. Работа повара на пассажирском и грузовом судне очень сильно отличается. Грузовое судно перевозит грузы, и это единственная статья дохода судовладельца. На пассажирском судне ресторан зарабатывает деньги, и это является частью дохода. Отсюда разница и подходов, и принципов работы. Нельзя сказать, что на пассажирских судах подход индивидуальный. Но у каждого пассажира есть выбор заказать, что нравится именно ему. Ведь он платит деньги. Задачу ресторана не входит накормить пассажира. Они должны лишь как можно больше продать. Отсюда соответствующая обстановка, музыка, подача. И задача повара сводится к приготовлению вкусного блюда и строго определенных ингредиентов. Все четко и понятно. И безусловно, это очень тяжелый высокопрофессиональный труд. Сработать зачастую до последнего пьяного капризного клиента речь не об этом. У поваров на грузовом флоте совершенно другие задачи. Они должны именно накормить экипаж согласно выделяемому компанией бюджету, используя продукты, которые удалось на эти деньги купить у разных поставщиков в различных регионах. Я видел много разных поваров. Одинаковых попросту не существует. Да и готовили они все тоже по-разному. Одним работа давалась легко, другие очень сильно уставали. Но у всех был один и тот же принцип. Главное, чтобы вкусненько и по-домашнему. И именно здесь я задам свой первый вопрос. А правильный ли это принцип? Ведь вкусненько для кого-то это просто макароны, залитые кетчупом. Кто-то любит жирную еду, а кто-то это просто не ест. К сожалению, по-домашнему тоже в основном сводится к упрощению. Ну и что, что тарелки разные. Кому от этого плохо? Не пугайтесь, это не космический корабль и не компьютерная игра. Это наши рев-камеры. Холодяй. Я же вернусь к своему вопросу. Каждый повар по-своему понимает, как правильно кормить людей. Один делает выпечку каждый день, у другого главный принцип это простота. Третий очень сильно заморачивается над блюдами и все равно находятся недовольные. И какого-то принципа или системы питания на грузовых судах я не встречал. Наверняка это можно найти в каких-то старых брошюрах, но с тех пор изменились и блюда, и продукты, и конечно же цены. Флаг регламентирует лишь минимальное количество продуктов, ниже которого просто нельзя. А в контракте записана европейская кухня. И отсутствие системы в общем-то всех устраивает. Да, сейчас положено составлять меню, но что в нем будет, какое количество рыбных дней, будет ли выпечка и подобные вопросы никого не интересуют. Даже состав блюд в общем-то не регламентируется. К сожалению, мне не приходилось работать с поварами, которые пришли на грузовой флот с пассажиров. Но восторженные воспоминания ребят я слышал. И мне почему-то кажется, что дело здесь в том, что они готовят как бы на автомате. Да, прекрасные блюда прекрасно готовят, но по стандартам, которым их научили. Это как бы принцип Макдональдса. Сбалансированный вкус чизбургера подходит подавляющему большинству людей. Причем в разных Макдональдсах они абсолютно ничем не будут отличаться. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но раз уж я вспомнил рестораны быстрого питания, то второй вопрос будет касаться рабочего времени и трудозатрат поваров. Стоит ли на судне готовить трудозатратные блюда, ну допустим такие как фаршированная рыба. Или можно ограничиться относительно простыми, ну допустим макаронами по-флотски. И важна ли подача блюд, их внешний вид. Стоит ли тратить время на их украшения. С одной стороны этим как бы повар показывает отношение к экипажу. А с другой стороны нужно ли это кому-нибудь. Да и рабочий день у повара не бесконечный. Не забудьте написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А вот запоминаются повара каким-то своим особым блюдом, которое им лучше всего удается. И это может быть как что-то изысканное, так и обычное, но очень вкусное квашеная капуста. И здесь мой третий вопрос. Если такое блюдо есть, стоит ли его готовить системно, ну скажем раз в неделю. Или все-таки это дело настроения. Ведь люди очень быстро привыкают к системе и начинают воспринимать это как должное. И ваша великолепная фирменная выпечка может просто превратиться в воскресный пирог. И раз уж речь зашла о блюдах, может быть кто-то мне объяснит, куда с флота подевалась прекрасная грузинская кухня. Неужели харчо стал сложным, а лобио вредным? Да и на смену другим прекрасным настоящим блюдам пришли какие-то запеканки, нечищенная картошка и мясо перемазанное сыром и майонезом. Появляется, конечно, и вполне достойная еда. Мне, допустим, понравилось мясо с овощами, приготовленное по китайскому рецепту. Но стоит ли изобретать велосипед или своих классических блюд будет вполне достаточно. Я не знаю, сочетаются ли, ну к примеру, борщ и суши. И одно и другое блюдо прекрасны по отдельности и достаточно популярны. Но что получится, если подавать их одно за другим? Появление абсолютно новых продуктов и блюд или заимствование из других культур – это абсолютно естественный процесс. Это было всегда, происходит оно и сейчас. И связано это всегда с изменением общей культуры человека. А культура питания является составной и неотъемлемой ее частью. Для примера вспомните просто шедевральный фильм «Собачье сердце». Как ели профессор Преображенский и доктор Барменталь. Позже супы начали называть первым, ну и есть соответственно. Хотя первым, по правилам, подается салат. А те, кто застал советские столовые, помнят, что в каждом салате был небольшой кусочек селедки, предназначение которого, в общем-то, никто и не знал. Это как раз и был тот отголосок или пережиток культуры профессора Преображенского. Именно с этого кусочка селедки и нужно начинать еду. Яркий соленый вкус моментально повышает аппетит, слюноотделение и заставляет вырабатываться желудочный сок. А хорошее пищеварение, соответственно, положительно влияет на здоровье. Дальше ели салат, холодные закуски, если они были, и только потом суп. Затем подавалось основное блюдо, а завершали еду десертом. Сладкое, быстрые углеводы вызывают чувство насыщения и, вставая из-за стола, уже не хочется съесть чего-нибудь еще. Причем свежие фрукты для этого абсолютно не подходят, они могут вызывать неприятные ощущения в желудке. Есть их нужно отдельно на перекус или кофе-тайм. А вот, допустим, компот для этого прекрасно подходил. Но это старая культура или традиция. А кто-нибудь сможет также рассказать о том, что мы едим сейчас? Конечно, сейчас другие продукты, и в супермаркетах продают хлеб, который напоминает вату пластмассовой упаковки. И стал он таким не потому, что это полезно или правильно, а потому, что кто-то же его покупает. Я не призываю сейчас поваров стать основными носителями культуры, заменив собой школу, кино, театр и совершить культурную революцию. Ведь работа повара это всего лишь работа или все-таки есть что-то еще.